Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дамы и господа! Буна серо, сеньоры и сеньори! Мы рады приветствовать вас на этой прекрасной вилле, которая уже более трех сотен лет украшает этот великолепный уголок ломбардии. Итальянская ломбардия принимает нас очень гостеприимно уже несколько лет подряд, и это становится очень доброй традицией. Мы приветствуем всех вас здесь от лица команды «Газпром Русвела». Мы, комментаторы Евроспорта, Сергей Курдюков. И Ренат Хамедулин, который, естественно, пристанет перед вами еще и в одном качестве, в качестве генерального менеджера команды. Сегодня мы представим вам титульного спонсора, технических партнеров и состав команды «Газпром Русвела-2018». На эту сцену поднимутся гонщики, каждый из которых является настоящим мастером своего... Каждой мотивацией делает свою тяжелейшую, но горячо любимую работу. Работу профессионального спортсмена. Честью истории стал сезон 2017 года, а вместе с ним и юбилейная сотая Джириди Италия. Это отличные воспоминания. Вы знаете, на трудной спортивной дороге, на пути к успеху немало сложностей. И эти сложности можно преодолеть только командой. Все вместе, демонстрируя трудолюбие и настойчивость. Но ведь команда – это не только спортсмены, спортивные директора и технический персонал. В профессиональном спорте невозможен успех без надежных партнеров. Надежных, таких как у нас. Итак, представляем титульного спонсора и технических партнеров команды. Уже третий сезон наша команда начинает при поддержке своего титульного генерального спонсора компании «Газпром». Российская транснациональная корпорация, занимающаяся добычей газа и нефти. Крупнейшая компания России. Крупнейшая компания мира. Которая обладает самой протяженной газотранспортной системой в мире. Лидер отрасли. В компании «Газпром» работают более 400 тысяч человек. Велосипедный спорт. Аплодируем. Да, велосипедный спорт – это один из самых технически совершенных современных видов спорта. Каждая деталь велосипеда и каждая деталь спортивной экипировки – это результат труда. Тысячи людей, обладающих глубокими знаниями, золотыми руками, представляем вам технических партнеров команды. Мировой лидер в производстве колес и оборудования для велосипедов. Каждая деталь почти целиком сделана из карбона. И все это разработано и произведено в Италии под маркой «Кампаньоло». Но куда, скажите, вы уедете на велосипеде, у которого нет надежного и удобного руля? «Дэд Элементи» – это великолепные велосипедные компоненты. Именно рули «Дэда» определяют траекторию победного финиша гонщиков «Газпром Русвела». Говорить о комфорте, когда ты в седле гоночного велосипеда, наверное, будет неправильно. Наши гонщики проводят огромное количество времени в седлах своих велосипедов, проводя тяжелейшие тренировки и участвуя в гонках. Но удобство и эргономичность сегодня вполне достижимы. Цель Италия – знают, как достичь компромисса. В велосипеде, конечно, важна каждая деталь. Но точка контакта велосипеда с шоссе – это особенно ответственный участок. Велотрубки «Туфо» великолепно держат любую дорогу, на любой скорости, при любой погоде и в любой точке мира. Что может быть важнее, чем безопасность спортсмена? Современные велоспорты – это огромные, запредельные скорости. И наши спортсмены знают, что такое безопасность. И безопасность для них обеспечивает производитель лучших шлемов – «Каско». Педали – точка опоры и точка приложения силы. Производители педалей «Лук» лучше всех знают, как усилия спортсмена без потерь превратить в скорость. Ведь именно они изобрели контактную систему, которой теперь пользуются, ну, практически все, по крайней мере, подавляющее большинство гонщиков. Мы знаем, что вода – это основа жизни. Главный помощник наших ребят во время жарких гонок – это бачки «Элит». Гидродация – это важно, и это нельзя оспорить. Забыл попить – забудьте о результате. И не менее важно правильно разминаться перед стартом, потому что в этом нам помогают также станки производства «Элит». Мощность велосипедистов – это важнейший основной показатель, который вывел тренировочный процесс на новый уровень. Именно измерители мощности ССРМ, компании, которая была первопроходцем в этой области, дают гонщикам «Газпром Русвело» возможность точно и продуктивно выполнять тренировочную работу и правильно распределять силы на дистанции гонок. ССРМ! Велосипеды готовы к бою. Пора переходить к экипировке. Мы знаем, что стручают мужчину всегда по обуви, но обувь велосипедиста – это велотуфли. Легкие, с кармоновой подошвой. Ну, настоящее произведение искусства – обувь от ДМТ. Не будем скрывать, что очки – это не только необходимость, но и стильный аксессуар. Именно поэтому к выбору этого элемента экипировки каждый представитель нашего эстетичного вида спорта подходит с особым трепетом. Ультралегкие очки, сделанные вручную в Италии, представляет новый партнер «Газпром Русвело» – Альба Оптикс. В дизайне новой формы мы остаемся верны цветам нашего титульного спонсора компании «Газпром». Гоночную форму и одежду для отдыха для наших спортсменов производит компания «Разработки и опыт», который отмечен рядом международных наград именно в сфере инноваций. Встречайте, X-Bionic! Велоспорт, как было уже сказано, это не только технологии. Это еще и культура, это еще и эстетика. В 2018 году «Газпром Русвело» продолжает выступать на легендарных велосипедах «Кольнаго», которые просто не нужно представлять, потому что их знает каждый в нашем мире, в мире велоспорта. Боевой велосипед «Кольнаго Концепт». Велосипеды «Кольнаго» – это технологии, это элегантность, это долгая и славная история. Эта марка стояла у истоков нескольких технологических революций в мире велосипедостроения. Велосипеды «Кольнаго» производятся под личным руководством Эрнеста «Кольнаго» с 1954 года. А вот сейчас я бы хотел, чтобы вы поаплодировали, потому что маэстро Эрнеста «Кольнаго» сегодня с нами здесь, в зале. И, Эрнеста, ti prego di salire qua su палку. Эрнеста, я не хочу задать вопросы, потому что ты, этот спорт, ами во всем сердце. Я хочу сказать только пару слов для нашей команды, и мы очень рады. Велосипеды «Кольнаго»? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Грация, Эрнесту. Грация, миле. Я коротко переведу, что, да, Эрнесто Кальнага сказал, что и я не был очень доволен этим годом, и это прямые и правильные слова, которые мы готовы выслушать, но у вас в команде вы имели мужество многое изменить, вы имели мужество пригласить специалистов, которые, безусловно, помогут в этом году выиграть вам даже, возможно, гораздо больше, чем вы сами мечтаете. Грация, Эрнесту. Грация, миле. Ну а теперь переходим, наверное, к самому ответственному моменту нашего сегодняшнего вечера. Мы представляем состав команды «Газпром Росвела» 2018 года. Ну что, поехали! Гонщик, которого мы представим первым, сегодня не появится на этой сцене, и тому есть хорошая такая уважительная причина. Он уже начал этот сезон и в данный момент выступает на престижнейшей гонке, гонке под названием «Сикс Дэв в Берлин», «Шестидневка в Берлине». Вы видите эти кадры прямого эфира, и мы болеем за спортсмена, который уже является обладателем нескольких профессиональных побед. Евгений Шалунов! Он имеет хороший индивидуальный ход и мощный затяжной финиш. Он отличный попутчик. В любом отрыве контактная борьба, да не проблема. Товарищи вагоманде знают и ценят его самое важное качество. Он настоящий командный боец. Игорь Боев! Более десяти профессиональных сезонов уже за плечами, а это значит, что он один из самых опытных спортсменов в нашей команде. Он создает и разгоняет наш спринтерский боец до запредельных скоростей. Главный помощник штатных спринтеров команды Николай Трусов. Уж если мы заговорили об опыте, то в силотоне трудно найти гонщика, который способен безукоризненно поддержать лидеров команды при абсолютно любой погоде и на любом рельефе трассы. У него на колесе всегда чувствуешь себя уверенно. Свой двенадцатый сезон в профи в составе команды начинает Дмитрий Коганчук. Карьера этого спортсмена начиналась на треке, но это не помешало стать ему отличным горняком. У него есть опыт участия в нескольких гран-турах, где он не раз становился в шаге от победы на этапе, добывая призовые места. В этом году настрой только на победы. Иван Ровный. Это кончик. Не боится оказаться в эпицентре спринтерской борьбы, где мало, мощно ускорится. Надо иметь характер, надо иметь смелость и, конечно, кураж. У него уже есть две победы в профессионалах и огромное количество подиумов. И самое время пополнить эту коллекцию. Роман Майкин! Рома, вот в связи с этим, да, что мы ждем прорыва, как прошло то, что это предваряет? Вот этот период, наверное, самый ответственный, предсезонный. Как ты себя чувствуешь? Какова работа, которую вы сделали? Как это все ощущается? Всем добрый вечер. Работа была пройдена довольно-таки большая. Было пройдено много километров в разную погоду. Холодную, солнечную, горы, спуски. Все в отличном настроении, настрое. С хорошими мыслями, мотивацией. Готовы приступать к завоеванию побед, медалей, золота. Ну что, мы желаем тебе на 100%, тебе и команде на 100% выполнить все задумки. Удачи! Ну что, друзья, едем дальше. Один из самых рослых гонщиков в пелотоне. При этом в его распоряжении не только индивидуальный ход, но и отличный ход в гору. Помимо феноменальных физических данных, у него есть и отличные лидерские качества. Серебряный чемпионат России Артем Ныч. Талантливые горняки, как и талантливые спринтеры в любой команде на весь золото. У этого спортсмена уже есть опыт участия в гран-турах. В минувшем сезоне он еще раз подтвердил, насколько сильно может ехать в самых тяжелых горах. Попал в десятку сильнейших курчат отчета Тура Австрии. Итак, Алексей Рыбалкин. А этот парень любит суровые погодные условия. И дорогу, которая уложена грубой брусчаткой. Там, где другие пасуют, он едет вперед. Его девиз «Чем тяжелее, тем лучше». Он молод и очень талантлив. Годы выступления в молодежной категории позади. Шаг в профи сделан. Степан Курьянов. И еще один молодой и перспективный горовосходитель в обновленном составе команды. Он знает итальянские дороги, чувствует характер здешних гонок, высушенный, как вы видите, как положено представителю его специализации. Отлично чувствует себя в больших горах. Евгений Коверняк. В прошлом сезоне он стал настоящим открытием в молодежной категории. Он провел отличный сезон и отметился результатами на легендарной джиро Вальдаоста и получил премию имени Микеле Скарпони на бэби джиру. Он здорово едет в разделку, на многое способен в горах. То есть у него есть все, что нужно многодневщику. Николай Черкасов. Еще будучи юниором, он входил в десятку сильнейших мирового рейтинга. Три сезона провел в одном из итальянских клубов, добыл несколько важных побед в категории ангеров. И вот теперь новый вызов. Пришло время заявить о себе. И мы уверены, у него получится. Александр Власов. Саша, вот это ступень. Все-таки этот прыжок действительно на более высокий уровень. Некоторые начинают испытывать что-то такое, типа сасание под ложечкой. Ой, крутые профики. Что сейчас будет? Что чувствуешь ты? Во-первых, я очень рад, что начну свой профессиональный сезон в команде «Газпром Брусвелла». Это новый шаг в моей карьере. Надеюсь быстро адаптироваться, сразу войти во вкус, гоночный ритм. И надеюсь, что будет очень успешный сезон. Буду набираться опыта. Желаем тебе это сделать наилучшим образом. И, конечно, большой удачи, потому что все остальное уже есть. Александр Власов. Итак, друзья, теперь представим людей, гонщиков, которые должны выигрывать. Представим лидеров команды. В карьере этого гонщика было немало взлетов и падений. В составе нашей команды он добыл уже шесть профессиональных побед. Товарищи с уважением называют его «батя». Ну а мы от нас скажем, давай, батяня, только вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ А этот гонщик обладает стильным характером, как, впрочем, и все, но он способен очень грамотно распределить силы в многодневных гонках. В прошлом сезоне были призовые места и отличные выступления на гонке мирового тура в Турции, где он финишировал в пятерке сильнейших. Ильдар Арсланов. АПЛОДИСМЕНТЫ В ногах этого 25-летнего спортсмена уже два гран-тура. И пока только одна победа. Но какая? Все помнят, как он разобрался со своими грозными соперниками на горной разделке «Джиро Ди Италия», добыв самую большую победу в истории команды. Большие, еще большие победы у него впереди. Настрой боевой. Александр Хулипоров. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас я просто начну перечислять достижения. Я явно не успею, пока этот гонщик идет к нашей сцене. Итак, чемпион мира среди молодежи. 15 сезонов профи. Победитель этапа вуэльты. Один из самых уважаемых в пилотоне гонщиков на самом деле за то, что определяется как класс спортсмена. Сергей Логутин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Новичок команды, но широкой публике он известен уже очень хорошо. Хотя это его первый сезон в профи, но он вступает в него, имея уже 4, 4 профессиональных победы. Он очень универсально обладает отличным финишем. Победитель трофея Матиотки 2017 Сергей Шилов. АПЛОДИСМЕНТЫ Взрывная сила из-за предельной мощности позволяет ему бороться с сильнейшими спринтерами мира. Он действующий чемпион России среди профессионалов и неоднократный при том, и это видно сразу, ему дано право выходить на старт вот в этой особой майке с национальным флагом. Человек, которому команда всегда может доверять на 100%, Александр Порсиев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саша, этот опыт, конечно, для тебя, с одной стороны, не нов, быть чемпионом и выступать вот этой особой майкой, но какое накладывает это дополнительное волнение, ответственность или вдохновение, или это тебе дает дополнительные силы? Ведь ты, как говорится, гонщик меченый, тебя видят все, ты особый соперник. Я думаю, это дает дополнительную мотивацию, дополнительные силы, потому что каждый раз, когда ты выходишь на гонку, перед росписью тебя представляют, как чемпиона России, это реально дает какую-то дополнительную энергию, и мне нравится выступать в этой майке. Выступай так, чтобы быть довольным, так, чтобы быть счастливым, так, чтобы осчастливить всех своих поклонников. Пусть тебе сопутствует удача, пусть будут победы. Александр Порсиев. Спасибо большое. Но ведь, друзья, вы знаете, что спортивные результаты зависят не только от гонщиков, а также от стратегии и тактики. Спортивные директора «Газпром», «Русвела» — особая гордость, ведь каждая из них уже большая величина в велоспорте. Что ж, друзья, представляем. Встречайте, спортивные директора «Газпром», «Русвела». Трековый сезон в самом разгаре, и наш спортивный директор будет приветствовать нас издалека, из Колумбии. Сегодня здесь с нами Алексея Маркова нет, потому что он вместе с командой готовится к предстоящему чемпионату мира. Это человека, которым знают многие. Он успешно совмещал трек и шоссе в шесть профессиональных сезонов в качестве гонщика и уже шестой сезон в качестве спортивного директора «Газпром», «Русвела». Заслуженный мастер спорта, призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Алексей Марков. Вместе со своими командами в молодежной категории он, наверное, завоевал все, что только можно было завоевать. В минувшем сезоне также работал с молодежной группой, но ведь тренер растет вместе со спортсменами. И новый сезон он начинает в профессиональной команде Роберто Винни. Он провел в профи 16 сезонов. Длинная карьера, немало побед, попадание в десятку общего зачета «Джира». Теперь он не только рассказывает о велоспорте с экрана, будучи нашим коллегой, комментатором «Евроспорт», но и делится своим огромным опытом с гонщиками «Газпром» «Русвела», выступая в качестве спортивного директора и тренера по специальной подготовке. Владимир Белли! Он принадлежит к легендарному поколению гонщиков 80-х годов и был одним из сильнейших в этом поколении. На его боевом счету победа на Луэльте, на престижной классике Милан Турино, наконец, 12 побед над «Джиром Италия». Ему есть чем поделиться с молодыми спортсменами Пауло Розула. Сколько гонок он выиграл, руководя командными действиями из технички? Десятки, сотни? Да это неважно, потому что об этом человеке знает весь велоспорт. Он суров, но всегда справедлив. Его цель только победа. Аливано Локотелли! Аливано, что Эрнесто уже не было. Упитая, я думаю, что тоже что ты скажи, очень чтобы сказать, что у нас очень важная суть. Я помню, заведуете эти громкие большие сильные большие большие навсего. Мал и последние машины ольтре персонале и твое, на гроза профессионалитах и корридори, и я думаю, что через пару месяцев они становятся профессионалистами. И я очень рад. Спасибо, Оливано. Спасибо, миле. Бакалупо. Как раз Оливано сказал, что я приготовил что-то, но Эрнесто меня опередил и сказал о том, что я хотел сказать немножко раньше меня. Но, тем не менее, он очень здорово мотивирован на результат в следующем сезоне и говорит, что это действительно та команда, которую, возможно, долго искал. Большая структура, большие цели, большой коллектив. Что ж, вместе будем добиваться успехов. Вместе с Оливано Локотель и нашими спортивными директорами. Всю команду целиком мы еще увидим на сцене здесь. А сейчас я хотел бы поприветствовать почетного гостя нашей церемонии и приглашаю на сцену генерального консула Российской Федерации в Милане Александра Биюковича Нур-Изаде. Поприветствуем. Нам очень нужно ваше напутственное слово. Дорогие друзья, мне трудно пожелать что-то такое конкретное, особое, потому что я человек далекий от велосипедных гонок. Но прекрасно понимаю, сколько труда вкладывают спортсмены-профессионалы, которые готовятся к таким деяниям, по-другому не назовешь, как Джеред Италия. Сколько людей работают для того, чтобы подготовить их к этим гонкам, сколько спортивные директоры, те, кто готовят питание, все. Ну, такое ощущение, посмотрев этот фильм, посмотрев, что вы сказали, что у ребят все есть. Я очень хочу пожелать, чтобы им всегда сопутствовало, чтобы у них всегда была должная мотивация, чтобы энергии и силы всегда способствовали им. Ну, если все есть, но всегда говорят спортсмены, что желать победы нельзя, а вот удача можно, чтобы всегда в нужный момент удача им сопутствовала. Спасибо. Генеральный консул Российской Федерации в Милане Александр Биукович Норизаде. Ну, а теперь, дорогие друзья, мы, наверное, пригласим на сцену всех ребят, всех гонщиков и спортивных директоров, чтобы вы видели вместе вот весь этот сложный, мотивированный, дружный организм целую команду «Газпром Русвела». Выходите, дорогие друзья, выходите к нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Нормально? Нормально. Ну и мы же вам обещали, что Ренат сегодня будет не только заниматься культурно-просветительской и комментаторской деятельностью, но пристанет, наконец, на 100% в своем качестве. И так генеральный менеджер «Газпром Русвела» Ренат Хамедуллин. Я тоже постарался подготовиться. Мы представили здесь состав команды 2018 года, и мне очень приятно видеть здесь такое количество наших друзей. Здесь собрались люди, которые любят велоспорт всем сердцем, всей душой. Я в этом полностью уверен. И я знаю, что у этих ребят большое будущее. Все в их руках. И главное, чтобы они хотели сделать нечто большее, даже нечто большее, чем могут. Мечтали о больших успехах. Ну а мы, ну а мы поможем вам в этом. Спасибо. И праздничный вечер еще не закончен. Он в разгаре, только набирает обороты, как говорится. И теперь самое время знакомиться ближе с классической итальянской кухней и классическими итальянскими напитками, которые подготовил шеф-повар команды Микеле. И вот теперь можно точно сказать, в сезон 2018 поехали! Погнали!